Всем привет, вы на канале Science Daily. Вечером 9 июля Европейское космическое агентство впервые запустило свою новую ракету-носитель Ариан-6. Старт Ариан-6 состоялся с космодрома Куру во французской Гвиане. В первом пуске Ариан-6 использовалась 56-метровая ракета с двумя твердотопливными боковыми ускорителями. В такой конфигурации, согласно заявлениям Европейского космического агентства, ракета Ариан-6 может выводить до 10,3 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. А в конфигурации с четырьмя боковыми ускорителями – до 20,6 тонны. Разработка Ариан-6 началась еще в конце 2014 года и первоначально предполагалось, что ее дебютный полет состоится в 2020 году. Но сроки неоднократно сдвигались из-за различных проблем, в результате чего последний пуск тяжелой ракеты Ариан-5 состоялся на год раньше, чем первый полет ее преемника – ракеты Ариан-6. Двухступенчатая ракета Ариан-6 была построена французской компанией Ариан-Групп по заказу Европейского космического агентства. На первой ступени ракеты установлен один двигатель Вулкан-2.1, который представляет собой усовершенствованный вариант двигателя Вулкан-2 – ракеты Ариан-5. А на верхней ступени ракеты установлен один двигатель Винчи, который был разработан специально для ракеты Ариан-6. Грузоподъемность новой европейской ракеты в конфигурации с четырьмя боковыми ускорителями сравнима с грузоподъемностью ракеты-носителя Ариан-5. Однако, по заявлению разработчиков, стоимость производства и пуска новой ракеты примерно в два раза ниже, чем стоимость пуска ее предшественника, что стало возможным благодаря использованию инновационных технологий для производства. А это значит, что стоимость пуска Ариан-6 должна составлять около 80 миллионов долларов США, что делает ее сравнимой со стоимостью пуска ракеты Фелкон-9 компании SpaceX, которая на сегодняшний день составляет 67 миллионов долларов США. Однако, Фелкон-9 является частично многоразовой, и ее первая ступень возвращается на Землю для восстановления и повторного пуска, тогда как ракета Ариан-6 полностью расходуемая, и возможность создания многоразовой конфигурации ракеты не рассматривается. В ходе первого пуска ракеты Ариан-6 боковые ускорители и первая ступень отработали штатно, отделившись в заданное время. Ракета-носитель смогла вывести на орбиту высотой 600 километров 9 небольших спутников-кубсатов, примерно через 65 минут после старта. Среди этих спутников два космических аппарата НАСА, которые будут изучать солнечные радиоволны. Другие спутники тоже будут выполнять различные научные миссии, от изучения погодных явлений до измерения высокоэнергетических гамма-лучей. Также к верхней ступени ракеты Ариан-6 были прикреплены две экспериментальные капсулы, которые должны были осуществить возвращение в атмосферу Земли примерно через 2 часа 40 минут после старта ракеты. Однако этого не произошло. Верхняя ступень ракеты Ариан-6 не смогла включить двигатели для схода с орбиты из-за отказа вспомогательной силовой установки. И теперь она будет вращаться вокруг нашей планеты в течение нескольких лет, пока наконец не сгорит в земной атмосфере. Две возвращаемые капсулы также не удалось вывести на нужную орбиту. И тем не менее, первый пуск ракеты Ариан-6 признан успешным. Европейское космическое агентство планирует осуществить второй пуск ракеты Ариан-6 до конца текущего года. А всего же запланировано уже целых 30 полетов, 18 из которых помогут создать новую интернет-группировку спутников Койпер компанией Амазон. Абонирский коза Абонирский коза Экономирский коза